Привет, друзья! С вами канал Hi English. Сегодня 21-й грамматический урок. И мы сегодня продолжаем изучать будущее время. Мы уже с вами изучили конструкцию going to. Это означает собираться что-то сделать. Когда я собираюсь что-то сделать, или вы собираетесь что-то сделать, когда у вас есть планы или какие-то намерения относительно будущего, вы можете использовать структуру be going to. I'm going to call Jimmy. Я собираюсь позвонить Jimmy. Также вы можете использовать структуру going to, когда вы говорите о ваших прогнозах. То есть вы думаете, что что-то сейчас произойдет. Например, смотрите на небо, там черные тучи. Вы говорите it is going to rain. Собирается дождь, будет дождь. Но когда вы делаете ваш прогноз, не основываясь на ситуации, в которой вы сейчас находитесь, или видите эту ситуацию, не основываясь на ситуации, тогда вы будете использовать will. Сегодня мы продолжим говорить о will. Итак, на прошлом занятии мы с вами изучили, что will используется, когда вы говорите о прогнозах. will. Ваш прогноз относительно, без привязки к ситуации. То есть вы считаете, что что-то так произойдет. Сегодня будем говорить о promises, обещаниях. Promises. Обещания. Десятянка. Promises. Обещания. Десятянка. Промис означает отказываться. Смотрите, вам нужно знать эти слова. Promises. Промис. Обещанка. Promise. Промис. Повторите. Promise. 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 Обещания. Promise. Decision. Решение. Есть глагол. Decide. Decision. Это имя существительное. Это решение. Decision. 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 И refusing. Refusing. Отказ. Refuse. Отказываться. Сейчас я вам напишу слово refuse. Refuse. Это значит отказываться. Refuse. Refuse. Отказываться от чего-либо. Refuse. Refuse. Итак. I'll see you at 7.30. Я увижу тебя в 7.30. Это обещание, которое можно не держать. Иногда мы договариваемся с людьми встретиться в какое-то конкретное время, но что-то идет не так, и встреча не может не состояться. We use will и won't. Помните, won't это сокращенная форма от will not. Will not. Сокращенно будет won't. Помните, как читать правильно? Правильно, нужно использовать. Оу. Вот такой вот звук. Оу. Здесь буква. Читается как оу. Won't. Won't. We use will and won't when we make promises. Make promise. Это сделать обещание. Когда мы делаем обещание. Make decision. З. Делаем. Решаем, что-то сделать. Принимаем решение. Make decision. Перенять решение. Of the moment. And when we refuse to do things. Кстати, decisions of the moment. Они иногда называются on-the-spot decisions. Это когда к вам подходить. Вы тут же на месте делаете решение. То есть не думайте, не обдумывайте. Два часа, два дня, два года. А тут же делаете решение. Например, звонить телефон. Вы тут же говорите I'll answer. Я отвечу I'll pick it up. Я его возьму. I'll pick it up. Я отвечу. Decisions of the moment. And when we refuse to do things. И когда мы отказываемся делать что-то, мы также употребляем слово will. Итак, meetings and appointments. Meetings – это meetings, собрания, встречи и встречи. Appointment – это когда вы с кем-то договариваетесь о встрече. Это называется appointment. Appointment – встреча. Например, у вас есть доктор, вы хотите договориться о встрече с доктором. You make an appointment. Вы договариваетесь о встрече. Такая встреча называется appointment. Смотрите, пример. I'll see you outside the cinema at 7.30. То есть, например, это Дима, это Катя. Дима звонит Кате и говорит, что давай встретимся, сходим в кино, например. Катя говорит, да, конечно же, Дима с тобой, хоть на какая-то света. И они договариваются встретиться outside the cinema у кинотеатра в 7.30. At 7.30. Они договорились. И I'll see you. Увидимся. Meeting and appointments. I'll see you. Он обещает. I'll see you. Увижу тебя, да. Увижу тебя. I'll see you outside the cinema at 7.30. Это как бы будущее время. Увижу тебя. I'll see you. Когда мы договоримся с кем-то, я говорю, я тебя увижу. I'll see you. I'll see you. I'll see you outside the cinema at 7.30. Дальше. Обещание. Promises. Мы используем will также с обещаниями. Например. I will give you the money tomorrow. Я верну тебе деньги завтра. I will give you the money tomorrow. Не факт, что это обещание. Обещание. Оно так и будет, поэтому will – это всегда вилами по воде писано. Will. 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 Will используется за обещаниями. Запомните это. Decisions of the moment. То есть решение, которое мы принимаем прямо в этот момент. Decisions of the moment. Например. Waiter – это официант. Customer – это покупатель. Клиент. Waiter говорит. What would you like? Что бы вы хотели? What would you like? И customer говорит. I'll have. Я возьму. I'll have chicken, please. I'll have chicken, please. Я возьму курятину. Я закажу курятину. Здесь вот эта барышня, она принимает решение именно в этот момент. Она не обдумывала заранее, что она будет кушать. Может, и обдумывала. Мы не знаем. Но здесь мы видим, как она принимает решение прямо в этот момент. What would you like? I'll have chicken, please. I'll have chicken, please. Здесь мы выразумевляем will, когда мы говорим о решениях на месте. То есть мы тут же принимаем решение. Мгновенные решения. Мгновенные решения. Дальше. Последняя картинка здесь. Это refusing. Когда мы отказываемся что-то сделать. Refuse – это отказываться. Пожалуйста, откройте ваши словари и запишите слово refuse. Refuse означает отказываться. Отказываться. Вот у нас есть папа и у нас есть маленький ребенок. Иногда дети, они не слушают родителей. Папа говорит, come here. А ну иди сюда, топай сюда. А девочка говорит, no, I won't. Нет, я не буду. No, I won't. Я не хочу. I won't. I won't. Она отказывается. Отказ. То есть давайте резюмируем. Когда мы еще употребляем will. Will мы, как вы знаете, употребляем из, когда говорим о predictions, прогнозах. Когда мы с кем-то о чем-то договариваемся и говорим, увижу тебя завтра. I will see you tomorrow. I'll see you tomorrow. Кстати, в принципе, это только одна фраза. I'll see you tomorrow. Когда вы используете will в этом случае. I'll see you tomorrow. Типа увидимся завтра. Обещание. I'll give you the money tomorrow. Я тебе отдам деньги завтра. Дальше. Кстати, очень нужно знать. Это decisions of the moment. Или on the spot decisions. Оно иногда в других учебниках называется. On the spot decisions. Это решение в момент, в текущий момент. On the spot decisions. Решение на месте. И refusing. Отказ. Когда вы отказываетесь что-то сделать. I won't do it. Я не буду это делать. Так, давайте начнем с первого упражнения. И начнем с того, что вы сейчас подпишитесь на канал. Поставите, кликните на bell notification button. На вот такой колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И сейчас сами сделайте это упражнение. Что вам нужно сделать? Choose the most suitable reply. Вам нужно выбрать самый подходящий ответ. У вас есть реплика. Например, bye for now. Кстати, bye for now. Это пока все. Bye for now. BFN. Сокращенно bye for now. Bye. I'll see you later. Увидимся. Позже. I'll see you later. В этих конструкциях, когда вы говорите I'll see you later. I'll see you outside the cinema. Всегда будет использоваться will. Вы можете не привязываться к этому правилу, что вы используете will, когда вы говорите о встречах. Bye for now. I'll see you later. I'll see you later. Это как бы сталая фраза. Второе предложение. Give me that piece of cake. Дай мне, пожалуйста, тот кусочек тортика. Это как бы приказ какой-то. Give me that piece of cake. Смотрим варианты ответа. Don't worry. I won't forget. Не волнуйся. Я не забуду. Forget. Забывать. Don't worry. Не волнуйся. Нет. Здесь это не подходит. Give me that piece of cake. I'll bring it tomorrow. I promise. Да, конечно. Сейчас я кусочек только дам, а ты мне принесешь его завтра. Но нет, это не подходит. Give me that piece of cake. No, I won't. It's mine. Ага. Это, кстати, подходит. Нет, не дам. Он мой. Give me that piece of cake. Peace. Это кусочек. No, I won't. Мы здесь употребляем правило отказа. Refuse. Да, refuse. Мы здесь отказываемся что-то выполнять. Нас просят дать кусочек тортика, но мы отказываемся. No, I won't. It's mine. Он мой. Этот кусочек тортика, он мой. It's mine. Дальше. Третье предложение. Where is your homework? Где твоя домашняя задание? Where is your homework? Where is your homework? Наверное, это ученик. Говорит учителю. Don't worry. I won't forget. Не забуду. Не подходит. Это мы уже использовали. I'll have a sandwich. Я буду сэндвич. Это quick decision. Такое быстрое решение. I'll have a sandwich. Я закажу. Я буду сэндвич. Bye. I'll see you later. Пока. Это мы использовали. Это пример. I'll see you outside the cinema. Здесь самый классный ответ. Это I'll bring it tomorrow. I promise. Я возьму его завтра. Я обещаю. Where is your homework? Где твоё домашнее задание? Я завтра принесу. I'll bring it tomorrow. I promise. Здесь мы используем will. I'll. Ещё раз напоминаю, что LL. Две буковки L. Это сокращённая форма will. Вот. I'll bring it tomorrow. I promise. Я принесу его завтра. Я обещаю. Дальше. What would you like to eat? Что бы вы хотели кушать? I'll have a sandwich, please. Конечно же, я покушаю сэндвич. Здесь у нас быстрое решение. Decision of the moment. Как здесь сказано в этом учебнике. Учебник, кстати. Language practice. Elementary Michael Wines. Очень классный учебник. Всем советую. Это когда вам Мэкфи уже надоел, можете пользоваться этим учебником. Такой хороший учебник. Where are we going to meet? Когда мы собираемся встретиться. Where are we... Нет, извините. Where это где. Где мы собираемся встретиться. I'm sorry. Where are we going to meet? I'll see you outside the cinema. Увижу тебя возле кинотеатра. I'll see you outside the cinema. И please remember to call me. Remember. Кстати, remember это... Remember. Вспоминать. Remember. Помнить. Вспоминать. Но здесь оно переводится как не забудь. Please remember to call me. То есть, если мы переведем remember как не забудь, очень хорошее у нас получится предложение. Пожалуйста, не забудь позвонить мне. Please remember to call me. Please remember to call me. Don't worry. I won't forget. Не переживай. Я не забуду. Так, сделали это упражнение. И сейчас у нас последнее на сегодня упражнение. Давайте посмотрим, что нужно сделать. Look at the pictures. Pictures это картинки. Посмотрите на картинки. Сколько у нас картинок? У нас шесть картинок. And make sentences. Образуйте предложение with will, используя will или won't. Will или won't. Смотрим. Первая картинка у нас. Это пример. Decide to have the giant pizza. То есть, прими решение. Это приказ. Прими решение. Скушать гигантскую пиццу. Как нужно сказать? Нужно сделать decision of the moment. Решение принять тут же. Сейчас. Сейчас мы скажем I'll have the giant pizza. Я буду гигантскую пиццу. Давайте вы сейчас быстренько нажимаете на паузу. И делайте это упражнение сами. На листочку. А потом мы с вами увидим. Правильно ли вы сделали упражнение или нет. Так. Что? Сделаю упражнение. Супер. Смотрим. Вторая ситуация. У нас двое людей. И здесь вас просят. Promise. Пообещай to be home. Быть дома. Promise to be home before midnight. Раньше двенадцати ночи. Как вы скажете? Ну, можно так и сказать, что я буду дома раньше двенадцати ночи. I'll be home before midnight. Midnight. I'll be home before midnight. Точка. I'll be home before midnight. Дальше. Третья ситуация. Здесь парень и девушка. Наверное, девушка ли это, кстати, трудно сказать. Arrange. Arrange – это как организуй. Организуй встречу. Arrange to meet tomorrow at 6.30. Arrange to meet tomorrow at 6.30. Ну, arrange to meet – это очень так громко сказано, потому что у нас есть в этой книге… Эй, 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 ничего не выделяется. Хорошо. У нас есть в этой книге пример. Meetings and appointments. Когда речь идет о встречах, нужно сказать, типа, увидимся всем 30. I'll see you outside the cinema at 7.30. Это как, ну, как бы сказать, странная организация встречи. Почему? Потому что нужно спросить для начала, человек может в 6.30 или нет. Ну, здесь мы скажем, как вот в этом предложении. I'll see you outside the cinema. Where are we going to meet? Where are we going to meet? Где мы собираемся встретиться? I'll see you outside the cinema. Ну, можно для начала спросить, тебе будет удобно встретиться outside the cinema или нет. Ну, окей. Здесь мы скажем, увидимся. Увижу тебя в 6.30. Как вы скажете? Как вы написали? Правильно. Кстати, I'll meet you tomorrow at 6.30. Увижу тебя завтра в 6.30. Вот это первое правило. Meetings and appointments. I'll see you, I'll see you, I'll meet you. Decide to take the red pair. Прими решение взять красную пару. Ну, очень просто. Решение такое. Также will. I'll take the red pair. I'll take the red pair. Я возьму красную пару. I'll take the red pair. Дальше, пятое упражнение. Refuse to do this. Откажись это делать. Откажись это делать. Give me the book. Отдай мне книгу. Give me the book. И человек отказывается отдавать книгу. Он скажет. No, I won't. No, I won't. Отрицание. No, I won't. Come here. No, I won't. Вот. Запомните эту фразу. No, I won't. Нет, я не буду это делать. No, I won't. Refuse to do this. No, I won't. No, I won't. Ну, можно сказать, кстати, полное предложение. Give me the book. No, I won't. Я не буду давать тебе книгу. No, I, вспомогательный глагол. It's not I won't. Потом I won't. Что буду делать? Give. Давать. Кому тебе? You. Что? The book. Книгу. No, I won't give you the book. Обойдёшься. No, I won't give you the book. Шестое предложение. Promise to pay your friend back. Payback. Запомните это слово. Это payback. Вернуть деньги. У них называется payback. Иногда говорят payback time. Это время расплаты, кстати. Payback time. Payback вместе. А payback заплатить назад. Это означает вернуть деньги. Promise to pay your friend back at the end of the week. Пообещай своему другу отдать деньги в конце недели. Как вы скажете. Просто I will. Потому что will используется с обещаниями. Когда вы обещаете кому-то что-либо сделать, употребляйте. Well, I will pay you back. I will pay you back at the end of the week. В конце недели. I'll pay you back at the end of the week. I'll pay you back at the end of the week. Итак, разобрались с этим. Смотрите, ещё резюме небольшое. Когда вы обещаете что-либо сделать, вы используете will. I will help you tomorrow. I will come and fix your problem. Я приду и устраню вашу проблему. Когда вы принимаете быстрое решение. Например, кто-то стучит в дверь. Вы говорите I'll open it. Нет времени подумать. Вам тут же нужно принять решение. И вы говорите я открою дверь. Когда вы отказываетесь что-то делать. Come here. Now I won't. Нет, я не хочу. Вот в этих случаях используется will. Всё, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Комментируя. Ставить лайки. И, пожалуйста, нажмите этот колокольчик, чтобы узнать о новых видео. Спасибо большое вам, друзья. Всё. До новых встреч. Пока-пока.